Три, два, один. Дан старт Томского международного марафона и Кубка России. Старта второго Томского международного легкоатлетического марафона с нетерпением ждали многие спортсмены и профессионалы и любители. Последние как раз и составили основной костяк участников. К марафону готовились сотрудники многих томских школ, вузов, организаций, предприятий. Большой интерес к главному легкоатлетическому событию года проявили и на Латате. Это томское предприятие является крупнейшим отечественным заводом МДФ. Латат – один из крупнейших комплексов глубокой переработки древесины в Сибири. Производство плит МДФ организовано по полному циклу. Начиная от собственной лесозаготовки в Сибирской тайге, собственного завода «Смол», заканчивая доставкой продукции. Здесь трудятся более тысячи человек и многие без отрыва от производства занимаются физкультурой и спортом. На территории завода даже оборудован спортивный зал. Помимо этого Латат является партнером футбольного клуба «Томи», но главная спортивная фишка Латата – это дзюдо. Завод открыл два специализированных зала, где обычные школьники и студенты под руководством опытных тренеров занимаются борьбой на безвозмездной основе. Завод регулярно устраивает межрегиональные турниры под дзюдо в Томске и организует поездки ребят на соревнования в другие регионы. В общем, можно сказать, что это томское предприятие со спортом дружит. В общем, нет ничего удивительного в том, что полтора десятка лататовцев решили выйти на старт международного Томского марафона. Заводчане подали заявки на участие на дистанциях 5 и 21 километр. Понятно, что просто так никого у марафона ни даже 5-километровую дистанцию достойно не пробежишь. Поэтому заводчане начали заблаговременно готовиться к Томскому международному марафону. Каждый тренировался по индивидуальной программе, находя для этого любое свободное время. У меня дети тренируются в юди-школе танцом. Оставлял их там, получается, у меня был час. Я вот этот час уделял именно подготовке. Бежал с этой школы до Ленина, возвращался обратно, ну и так три раза в неделю. Большой интерес к Томскому международному марафону проявили не только представители сильной половины латата. Решили выйти на старты девушки. Они также очень серьезно относились к подготовке. Немало ведер пота, наверное, пролили, пока готовились, да? Да. Очень серьезно подошли, начали бегать. Бегать уже начали, когда стало тепло, по утрам, перед работой. Так как мы работаем очень рано, приходилось вставать в 5 часов утра и с утра по городу делать пробежку. График не сбился в связи с этим? Наверное, теперь будете еще полгода вставать? Не знаю. Я вечером бегала. Мне нравится, что у нас на заводе тренажерный зал, который позволяет бегать в плохую погоду. То есть, если на улице дождь, то можно остаться на работе, в зале и там сделать пробежку. Ну да, и даже в обеденный перерыв, в принципе, да? Да, да, у нас есть такие, кто и в обеденный перерыв бегали. И вообще у нас большая территория по заводу, так как приходится очень много ходить. Мы всегда поэтому поддерживаем спортивный образ жизни. Вышел на старт и ветеран латата, президент клуба дзюдо «Сибирь» Виктор Шпилькин. На сегодняшний день в стенах клуба под крылом завода «Латат» занимаются борьбой около 250 девчонок и мальчишек. Бег – это основа любой спортивной деятельности, потому что бег – это жизнь. И поэтому в любом виде спорта, независимо от гимнастики, борьбы или плавания, человек должен обязательно в свою подготовку включать бег на длинные и короткие дистанции. То есть дзюдоисты сегодня бегут? Дзюдоисты бегут, и они побегут впереди всех. Вообще в Томском международном марафоне приняли участие представители самых разных видов спорта. По проспектам и улочкам старинного Томска пробежали мастера гиревого спорта и лыжники, пловцы и футболисты, шахматисты и каратисты и многие-многие другие. Лататовцы разделили беговую дорожку с атлетами из многих регионов России и с представителями 18 стран. Международный Томский марафон объединил под своими знаменами более 4000 любителей бега. И, конечно, у заводчан, обычных рабочих и инженеров, не имеющих громких спортивных титулов, не было цели войти в топ-лист. Но свои дистанции они преодолели достойно и получили не только медали финишерам, но и заряд бодрости, здоровья, хорошего настроения. Отмечу, что лучшего результата у лататовцев добился начальник цеха смол Дмитрий Ладенков. Он пробежал 21 километр за 1 час 38 минут. ВОДА ЧЕМПИОН!